Сегодня в областном дворце народного творчества можно посетить выставку «Вышитая картина». На полотнах пейзажи, портреты и, как убедился наш корреспондент Кирилл Сосолятин, некоторые полотна не отличить от оригиналов, написанных кистью. Вот здесь было 215 цветов и оттенков. Вот даже если посмотреть, вот в этом приблизительно где-то 30 оттенков синего и зеленого. Александр Герасимов – майор в отставке, служил в разных регионах России. И последнее место службы – Кировское военное авиационное и техническое училище. Разные виды декоративно-прикладного искусства всегда присутствовали в жизни Александра Григорьевича как увлечение. Особенно чеканка и резьба по дереву. А 10 лет назад офицер в отставке, как он сам говорит, подсел на вышивку картин. Когда появились магазины с этим многочисленными нитками, там прочее, решил вспомнить, как когда-то делали в школе. В среднем у меня получается 2-3 работы всего лишь за год. Потому что объем цветов очень большой, а 200 и более. За 10 лет Александр Герасимов создал 28 картин. Работает каждый день, но не больше 4 часов. Процесс достаточно трудоемкий. Несмотря на то, что каждая картина вышивается по схеме, купленной в магазине, либо самостоятельно разработанной, конечный вид полотна полностью зависит от автора. Каждая картина, крестик за крестиком, складывается в единую композицию. Последняя моя работа, которая в этой подборке Джулии или Римской регата называется. Самое тяжелое было делать вот эти бусы и, как ни странно, вот эти. То есть здесь получался один крестик, обрезаешь, один крестик, обрезаешь. Эта работа изготавливалась год и три месяца. Как некоторые думают, что если сесть и 8 часов делать, это невыносимо. При том, что вышивка картин скорее напоминает не хобби, а кропотливый труд, требующий времени и терпения, Александр Герасимов смог найти азарт в этом увлечении. Здесь один азарт. Увидеть, что получилось ли, как оригинал. Вот я работаю в основном, выбирая картины мастеров, это эпохи позднего возрождения и до конца Ренессанса. Сегодня у Александра Григорьевича одна работа находится в стадии завершения, и другая уже готовится к работе. А сколько еще в планах, даже самому автору сказать сложно. Кирилл Сосолятин, Вячеслав Голиков, Вести, Кировская область. Кирилл Сосолятин, Вячеслав Голиков, Вести, Кировская область.